Спасибо, что пришли. Погода сегодня не очень располагает. Секунду. Загрузите, пожалуйста, презентацию. Тема сегодняшней презентации Algo Revolution 2. После R идет черточка, это все правильно, так и должно быть. Потому что я расскажу как о революционных подходах, так и о простых революционных подходах, которые есть на сегодняшний день, с которыми я сталкивался, которые облился на причине моей карьеры. Моя презентация будет состоять из четырех больших пунктов. Это я расскажу про историю Algo Trading, как мы пришли к тому, что есть сейчас. Я расскажу про, что с этим и так, почему текущие подходы работают плохо или не работают вообще. Наверняка вы видели кучу классных тестов, классных презентаций. Где можно заработать миллионы, но при этом никто эти миллионы не зарабатывает. Дальше я расскажу про, про то, как складывается Quant Research сейчас в больших домах, в больших фирмах. И расскажу, что все еще может пойти не так. Слайд номер один, он про 20-е годы, как все начиналось. Картинка слева это скриншот из книжки Джесси Ливермора, великий трейдер 20-е годы, который заработал очень много денег на падение американского рынка, на Великой Депрессии. За это его очень не любили, но тем не менее это был гений своего века. И это, по крайней мере, как заявляет книжка, это реальный его план, его ресерч, как он продумал свои стратегии. Если посмотреть на 20-й год, то у вас нет данных. Данные к вам приходят, может, в лучшем случае раз в неделю. Вы должны подписываться на эти данные и получать их в пятницу на Телеграфе. Инструмент бэктестинга у вас только ручка и бумага. Все, больше нет ничего. Все, что вы можете сделать, это нарисовать график. Графика у вас тоже нет, у вас только данные. Поэтому ваш самый главный друг это логарифмическая линейка, бумага. Нужно расчертить, нарисовать и дальше подумать о том, чтобы придумать такого, чтобы заработать денег. Естественно, все вычисления вручную. Поэтому работают только самые-самые простые системы, самые простые индикаторы. Вы вводите средние, вы вводите какие-то каналы, вы начинаете рисовать формации, вы начинаете придумывать самый первый технический анализ. Голова и плечи и прочие вещи. И пытаться понять, насколько это работает. Еще мне нравился очень подход, который использовался очень активно, использовался на протяжении лет 40. Это вы рисуете график цены на прозрачной бумаге. И потом пытаетесь ее наложить на текущий график какой-нибудь другой бумаги. И посмотреть, если они совпадают до определенного момента, то вы делаете предположение, что наверняка так будет дальше продолжаться. В общем, эти системы, как я понимаю, работали не очень хорошо. Но есть подозрение, что первые люди, кто использовал теханализ, зарабатывали не потому, что они использовали теханализ, а потому, что у них был процесс. У них был процесс сбора данных, у них был процесс сбора информации, получения информации. И в то время информация была главная. Если у вас были просто цены, то вы уже были впереди 95% тех, кто играл на бирже. А дальше 70-й год. У вас появляется система теханализа. Слева наверху это скриншоты с CQG терминала, но текущего. Старого CQG я не нашел, хотя очень искал активно. Но по сути ничего особо не изменилось. Да, у вас появились данные. Да, вы можете получить у провайдера данные за предыдущие, не знаю, 10 лет. Но тем не менее вы смотрите на место бумаги и ручки, у вас появился некий терминал, где вы можете построить или посмотреть те же самые информации. Вы можете посмотреть, как что работает или как что не работает. То есть сделать предположение, попытаться найти, долго-долго-долго смотреть на график и попытаться найти работающую систему. А метрообразную активизацию делала, правда, это тоже не помогало? Ну, не очень помогало, да. То есть она это делала уже потом, к концу 90-х. То есть внизу, справа и слева, это видно. Здесь за диванами это не очень видно. Я показал мою любимую фигуру теханализа головой и плечи. Супер субъективная штука. Она работает только тогда, когда вы знаете, что она работает. Все остальные случаи, вы можете сказать, что оп, нет, это не голова и плечи, это канал. И есть еще масса фигурных анализов, из которых можно сделать голову и плечи. А минус этих штук в том, что их очень сложно проверить на бэктесте. Вы всегда видите книжки, показывают вам только пример. И по большому счету обучение происходит как? Вам говорят, вот посмотрите, есть такая формация, да, она работает. Вот пример, вот еще пример, вот еще пример, и дальше вы торгуете. Все это привело к чему? Появляются некие суперсистемы. Это официальное название, они продавались там за бешеные деньги. И дальше был клуб людей, назывался Клуб 3000. Потому что эти системы стоили 3000 долларов, они покупали эти системы, дальше распространяли внутри этих клубов. В принципе, все системы, так как у вас появились программы для бэктестинга, там Омега, метастоками, брокеры и прочее, 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 то если... Волтлаб, да, волтлаб, но появился уже совсем после. Омега, он появился в 70-80-е годы. Если вы долго-долго смотрите на график, вы наверняка найдете что-то. Что-то найдете, и вам покажется, что это работает. Можете это проверить, пролистав все, но пользы будет этого не очень много. Значит, 2000-е и середина, скорее, 2000-х к текущему времени. Если вы посмотрите на график, это процент рыночного объема, который делают алга. Где-то после 2005-2006 года у вас большой скачок. Это соответствует принятию RGNMS в Америке, принятию закона о National Debt Dealing Offer, который и позволило развиваться тем алга, который есть сейчас, и ЧФТ, который есть сейчас в Америке. И вот объем начал нарастать практически экспоненциально. Что у вас появляется в это время? У вас появляется брокерский API, соответственно, приходит автоматический экзекьюшн. У вас появляется много-много данных. У вас появляются тиковые данные, у вас появляется полный ордер-блок. Вы можете использовать machine learning, вы можете использовать искусственный интеллект. Но к чему я все это веду? Если вы посмотрите на эволюцию, то вначале у вас была бумага, потом у вас появились системы, потом у вас появилось просто еще больше данных, еще лучше системы. И по факту многие люди, которые обучались на книжках, они видят тот подход, который продавался последние лет 30. Вам показывают удачные сценарии, рассказывают, как этими удачными сценариями пользоваться, при этом не говорят, работают ли эти сценарии. По факту трейдинг развивался до 2000-х, наверное, совершенно обособленно от научного комьюнити и даже гемблинг комьюнити. То есть если сказать игроку в покер, что посмотреть 7-2 против двух тузов, они бьют и показать примеры, когда это работает, никто на это не купится. Потому что всем очевидно, что два туза имеет преимущество в 85% случаев плюс. Но в трейдинге это работало. Работало, книги продавались, люди успешно строили на этом карьеру. И многие люди искренне не понимали, почему те формации и те идеи, которые они там ходили, которые они, системы, которые они готовили, они не работают. Я попытался так суммарно изложить, почему эти системы не работают, почему этот подход плохой. Я искренне пытался делать презентацию на русском языке, я извиняюсь за английский, но я не нашел возможности перевести все эти термины так, чтобы не потерять смысл. Поэтому я пытаюсь их объяснить. Самый первый байс – это hindsight байс. Вы смотрите на вашу торговую систему и говорите, что она работала до 2008 года, но очевидно, что в 2008 году у нас в крах, поэтому мы ее отключим. Нет, это так не работает. Когда наступит следующий 2008 год, вы не узнаете об этом. По крайней мере, только ретроспективно. Следующий байс – это look forward. Вы можете получить это как прямым, так и неявным образом. Неявный пример look forward, когда вы строите какой-нибудь индикатор, например, на минимум-максимум периода. Вы не знаете, что это был минимум-максимум до тех пор, пока этот период не закрылся. Если вы используете информацию в тестах, и некоторые программы позволяют вам использовать эту информацию в тестах, то вы делаете ошибку. Вы используете информацию, которая недоступна вам в текущий момент времени. Другой пример – использование производных от цены до того, как они к вам появились и пришли. То же самое, как использование волатильности, использование объема закрытия бара, например. Все это вы знаете только ретроспективно на момент закрытия и еще с какой-то задержкой. Продолжение следует...